МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. В нынешнем году Карагандинскую область ждут серьезные преобразования в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Глава региона Ерлан Кушанов провел отчетную встречу с населением. На срочную военную службу планируют призвать больше полутора тысяч жителей Карагандинской области. С 1 марта стартует очередная призывная кампания. Подразделения по делам обороны ждут новопранцев. В областной детской больнице успешно борются с гематологическими заболеваниями. Онкогематологическое отделение является практически единственным в регионе. В Дворце культуры Горняков 23 февраля состоялась отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Ею завершились отчеты Акима всех уровней перед жителями своих регионов. По информации властей, всего в регионе за отчетную кампанию прошло более 400 встреч, в которых приняли участие около 40 тысяч человек. На отчетной встрече главы региона присутствовали министр образования и науки Ерлан Сагадеев, депутаты Сената парламента. Глава региона выступил с докладом о социально-экономическом развитии области по итогам 2017 года, осветив основные направления проделанной работы. Ерлан Кушанов рассказал о достижениях и планах в сфере промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, экологии, а также жилищно-коммунальной и социальной сферах. Особое внимание Ерлан Кушанов обратил на ремонт дорог. Первое, на что я обратил внимание, начав работать в Караганде, это состояние дорог. Общими усилиями при поддержке профильных министерств мы провели большую ремонтную кампанию, охватив 863 километра дорог. Стоимость ремонтов составила 33,5 миллиарда в тенге. Отремонтированы самые проблемные участки направления Караганда-Джизказган, Караганда-Каркар-Алист. В этом году ремонт будет завершен. 230 километров дорог отремонтированы в крупных городах области Караганде, Джизказган, Тимиртау, Балхаше, это городские дороги. В этом году объемы ремонтных дорог сохранятся на прежнем уровне. Завершим обустройство дороги Караганда-Тимиртау, который станет полноценным шестиполосным автобаном. Будет завершен капитальный ремонт участка Карабаш-Жартас и продолжен капитальный ремонт на участке Ахтагай-Балхаш. Завершится реконструкция четырех мостов, разрушенных Паводком в 2015 году. Начнется активная строительство участков Карагандинской, объездной дороги. Нам нужно разгружать город. В нынешнем году впервые за долгие годы будут ремонтироваться сельские дороги. Глава области заявил, что будет отремонтировано 220 километров. Далее планируется отремонтировать все сельские дороги. Большая работа планируется и в области жилищного строительства. Полным ходом идет реализация государственной программы Нур-Лежер. За прошлый год мы построили и реконструировали более 170 километров водопроводных и канализационных сетей. Есть поручение главы государства об обеспечении сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. В течение года исследованы запасы воды в 45 сельских населенных округах. До конца года мы получим отчеты еще по 44 селам. Стоит отметить, что развитие в социальной сфере и ЖКХ Ирлан Кушанов уделил наибольшее внимание. Это и строительство школ и детских садов, спортивных объектов, ремонт внутриквартальных территорий. В ходе отчета от жителей региона поступило несколько десятков обращений на разные темы. Это ремонт и строительство соцобъектов, вопросы поддержки бизнеса и многое другое. Отчетная встреча Акима области транслировалась в онлайн-режиме на официальном сайте Акимата области и в социальных сетях. Жители других городов имели возможность задать свой вопрос посредством телеконференции. Ирлан Кушанов особо подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На срочную военную службу планируют призвать больше полутора тысяч жителей Карагандинской области. С 1 марта стартует весенний призыв на срочную воинскую службу. О критериях отбора и особенностях службы в армии рассказали сотрудники департамента по делам обороны на специальном брифинге в региональной службе коммуникации. Каждый год молодые люди с 18 до 27 лет покидают дома, близких и друзей, чтобы отдать долг родине и стать настоящими мужчинами, на которых могут полагаться страна и ее жители. В этом году в вооруженные силы Казахстана планируется принять более 16 тысяч человек. На службу отбирают тех, кто здоров, умен и физически подготовлен. Критерии отбора для призывников, конечно, самые высокие, потому что в армию мы стараемся отбирать самых образованных, самых здоровых людей, действительно, которые могут овладеть в воинской службе техникой, которая очень современная. Поэтому, исходя из этого, мы отбираем призывников для службы с хорошими специальностями, с техническими специальностями. На протяжении пяти лет в Министерстве обороны велись бурные обсуждения о переходе на профессиональную армию, которая имеет множество экономических преимуществ, не говоря о том, что мотивация и уровень компетентности у профессиональных солдат выше. Однако, по словам Дмитрия Цхая, отказ от призывного принципа не планируется, потому что страна нуждается в резерве. На полный профессиональный уровень переход армии не планируется, потому что необходимо готовить мобилизационный резерв. Он готовится из тех ребят, которые проходят именно эту годовую подготовку срочной воинской службой. Тем самым, после окончания этой службы, они зачисляются в мобилизационный резерв нашей страны и состоят на учете военно-обязанных запасов. Начальник отдела в невойсковой подготовке рассказал об участившихся заболеваниях, которые могут стать препятствием для прохождения военной службы. В настоящее время у многих наблюдается плохое зрение. Если раньше главной проблемой было плоскостопие, то сейчас это плохое зрение. Я думаю, это связано с тем, что молодые люди проводят много времени за компьютером. Нельзя не отметить, что защита государства в последние годы легла и на хрупкие женские плечи. В настоящее время доля прекрасного пола в армии равняется 30%. Желания девушек и парней служить отчизне очень похвальны. К тому же служба в армии имеет много плюсов. Помимо социальной гарантии, утвержденной законом, призывники получают и денежную компенсацию по окончанию срочной воинской службы. Закон обеспечил призывников возможностью сохранить место работы и должности, которые они занимали до призыва в армию. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Развитие детской онкогематологической службы в Казахстане идет большими темпами. Уже много лет в столице работает Национальный центр защиты материнства и детства. Не так давно в Алматы открылся центр онкогематологии. Точно такой же планируется создать в Западном Казахстане. В Караганде успешно работает онкогематологическое отделение в областной детской больнице. Пятилетний Ельдар поступил в онкогематологическое отделение детской больницы 13 февраля. Врачи диагностировали у него тромбоцитопению. Иначе говоря, в крови мальчика снижено количество тромбоцитов. Это сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений. Нам поставили диагноз тромбоцитопения, потому что на теле мальчика появлялись синие пятна. На прошлой неделе на его локте появились три больших синяка. Мы обратились в первую поликлинику. Нас направили в больницу. Теперь мы проходим лечение здесь. Он лежит уже 10 дней. Мы сдали анализы и ждем результатов. Врачи говорят, что болезнь можно вылечить. На сегодня онкогематологическое отделение областной детской больницы – пожалуй, единственное отделение в регионе, где оказывают помощь маленьким пациентам с онкологией и болезнями крови. На начало года в Карагандинской области на учете находится 104 пациента. 74 из них больны острой лейкемией. Длительное химиотерапевтическое лечение они проходят в Астане. Остальные проходят лечение здесь. Это у нас на учете состоит 17 больных с гемофилиями, с опластической анемией, около 14 больных. Есть такая очень редкая группа заболеваний, наследственная пластическая анемия. Это анемия Блэкмонда-Даймонда. Трое детей у нас в области находятся. И мы еще обслуживаем, занимаемся первичной диагностикой, лечением пациентов с редкими орфанными заболеваниями. Это дети с болезнью ГАШ, их на сегодняшний день в области у нас трое детей. Это редкое заболевание, которых мы сами диагностировали и занимаемся лечением этой редкой патологии. Сегодня вопросам детской онкологии уделяется особое внимание, как чиновниками от медицины, так и властями. Именно поэтому врачи онкогематологического отделения могут похвастать наличием всего необходимого для лечения своих маленьких пациентов. На сегодняшний день наша лаборатория оснащена новым гематологическим анализатором, то есть новое оборудование, где мы можем проводить исследования и ставить диагнозы. Сегодня, вот в этом году наша лаборатория, в принципе, все виды аппаратуры, которые необходимы для непосредственной диагностики заболеваний, имеются, закуплены. Не испытывает отделение нехватку и в специалистах. Здесь работают два врача-онкогематолога. В консультативно-диагностической поликлинике действует специальный кабинет, где прием ведут также высококлассные специалисты. Алтын Аренбаевна, бабушка пятилетнего Ельдара, отмечает, что сегодня ее внук чувствует себя значительно лучше. Вернулся аппетит, улучшилось настроение. Алтын Аренбаевна уверена, что врачи отделения смогут вернуть Ельдара к нормальной жизни. Сейчас ему лучше. Появился аппетит. Раньше он был бледным и отказывался от еды. Говорят, эта болезнь проявляется из-за простуды и ангины. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Художественное произведение преподавателя Карагандинского государственного университета переведено на английский язык и опубликовано в журнале Тупелла Куэтрли в Сан-Франциском. Соотечественники Алмаза Мурзахмеда считают, что это большое достижение не только для автора, но и для всего казахстанского литературного сообщества. Талантливый молодой писатель Алмаз Мурзахмед снискал славу не только в Казахстане, но и в Соединенных Штатах Америки. После того, как на одном из литературных сайтов был опубликован его рассказ под названием «Бакат Бекситовна», наша соотечественница, проживающая в Штатах, прочла его и прониклась удивительной историей. Девушка вышла на контакт с автором и изъявила желание перевести рассказ, чтобы каждый американец мог ознакомиться с творчеством одаренного казахстанского писателя. Миргуль достигла своей цели и уже спустя три месяца рассказ Алмаза Мурзахмеда красовался на страницах литературного журнала Сан-Франциско Тупелла Куэтрли. Мы подготовили необходимые документы, отправили перевод редактору журнала Тупелла Куэтрли. В середине февраля мой рассказ опубликовали. Он написан в жанре городской прозы. Перевод получился очень удачным. Я надеюсь, что иностранным читателям он придется по душе. Рассказ повествует о жизни на фоне городской суеты. Писатель считает, что именно по этой причине американцам понравится его произведение. В рассказе присутствует много проклятий. Алмаз Мурзахмед уверен, что подобные элементы позволят англоязычным читателям взглянуть на казахскую литературу с новой стороны. Многие отечественные писатели отмечают, рассказы Алмаза проникают глубоко в сознание людей. Поэтому тот факт, что творчество автора высоко оценили и за океаном, является закономерностью. У рассказов Алмаза есть свои особенности. По образованию он психолог. Наверное, поэтому его рассказы проникают в самые глубокие слои психики. Я уверен, что Алмаза – великое будущее. Надеюсь, он и впредь будет радовать нас своими замечательными рассказами. Недавно Алмаз Мурзахмед открыл издательство «Махжан». И теперь писатель вносит свой вклад в развитие литературы. Также Алмаз является старшим преподавателем на кафедре казахской литературы Карагандинского государственного университета имени Евнея Растановича Букетова. Студенты являются самыми преданными поклонниками творчества своего преподавателя. С творчеством Алмаза Мурзахмеда я познакомилась, переступив порог университета. Первое впечатление было очень хорошим. Он пишет интересные рассказы. Я очень обрадовалась, когда узнала, что его рассказы опубликовали в американском журнале. Могу смело предположить, что в будущем его произведения будут столь же известны, как и Абайжулы. Несмотря на то, что казахский народ всегда был богат на одаренных писателей, никто из них еще не получал Нобелевскую премию. В связи с этим публикации казахстанских авторов в зарубежных странах дают огромный потенциал для современной литературы. Алмаз Мурзахмед уверен, это не последний его рассказ, переведенный на английский язык. У автора далеко идущие планы. Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодное послание президента страны народу Казахстана – важное событие для любого жителя республики. Каждый находит в нем главное для себя направление. Важный документ обсудили преподаватели и ученики Карагандинской гимназии номер 102. 10 января нынешнего года глава государства выступил с очередным посланием народу Казахстана. В этом году оно посвящено новым возможностям развития в условиях 4 промышленной революции. Участники круглого стола отметили, что новый программный документ является логическим продолжением политики президента, направленной на повышение уровня жизни казахстанцев. В работе мероприятия приняли участие специалисты Центра развития языков, члены Ассамблеи народа Казахстана, ученые. Для того, чтобы они поделились с нашими учителями, с нашими учащимися, с наиболее важными моментами, которые касаются политики нашего государства, послания президента последнего. И надеемся, что наше мероприятие будет важным шагом на пути реализации этой программы, претворения этой программы в жизнь. Большой интерес вызвал седьмой приоритет – обеспечение нового качества человеческого капитала. Глава государства выстраивает целостную политику, направленную на повышение человеческого капитала страны через развитие сферы образования. В послании отмечено, что все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. И особое внимание уделяется необходимости повышения престижа профессии учителя. Участники также отметили, что в реализации десяти основных задач особое место отводится казахстанской индустрии, которая должна стать флагманом внедрения новых технологий. Промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и осваивать современные бизнес-модели. Данная программа конкретных практических дел, несомненно, касается всех казахстанцев и в первую очередь педагогов, как передовой части интеллигенции, отметили участники «Круглого стола». Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На карте города появилось новое название. В Караганде открылся клиникодиагностический реабилитационный центр «Санат». Новое медицинское учреждение создано по международным стандартам и уже готово внести свою лепту в укрепление здоровья граждан. Новый клиникодиагностический реабилитационный центр называется «Санат», что в переводе с арабского означает «опора». Выбор названия был не случайным. Цель сотрудников медицинского центра – стать опорой для населения нашего региона в борьбе за главное богатство – здоровье. Уникальность центра «Санат» состоит в том, что его открытие было продиктовано нуждами и желаниями самой общественности. Настоящий центр является инициативой частных лиц. И получается, инвесторами являются люди, которые являются жителями Караганды и Астаны. И мне бы хотелось сказать, что инвесторы, когда создавали этот центр, как уже сегодня было сказано на открытии, они прислушивались к мнению общественности. И вот именно известный общественный деятель Карибек Каюков, он попросил бизнесменов открыть этот центр. Известный художник Карибек Куюков отметил, что открытие столь прекрасного современного центра является знаменательным событием для всех карагандинцев. Как человек, который за всю свою жизнь повидал множество людей в белых халатах, Карибек Кельтаевич с радостью принял активное участие в создании центра «Санат». В своей поздравительной речи общественный деятель выразил уверенность в светлом будущем нового медицинского учреждения. Я думаю, что этот центр станет в городе не только нашего города Карагандрии, но и в городе всего Казахстана. Я вижу, что есть свободный доступ к медицинскому оборудованию. Есть такое оборудование, которое у нас нет, равны не только у нас еще в зоне бежевых. И я вижу, что с каким усердием, с каким скопрессивным вы привели, взялись на это дело. Я думаю, что люди, которые придут сюда, они найдут здесь внимание, уважение. На торжественной церемонии открытия центра собралась вся элита отечественной медицины. Помимо известных врачей присутствовали и представители областного общества защиты прав потребителей, Департамента охраны общественного здоровья, а также уважаемые профессоры. Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлубаев заверяет, увеличение числа подобных центров лишь улучшит качество оказываемых медицинских услуг. Ведь конкурентоспособность – залог развития. Чем больше таких центров открывается, увеличивается конкуренция среди поставщиков медицинских услуг. Но высокая конкуренция, она диктует и обуславливает высокое качество медицинских услуг. Поэтому это очень интересно и очень хорошо. В клинико-диагностическом реабилитационном центре «Санат» работают лишь высококвалифицированные специалисты. Здесь созданы все условия для оказания качественных медицинских услуг для людей всех возрастных категорий. Нельзя не отмечить, что сотрудники центра уже успели принять первого пациента и спасти ему жизнь. «Мы лечим заботой», – гласит слоган центра «Санат». Новый медицинский центр находится по адресу улица Кривогоса, 41. Это Жан Лянова, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. Объявлено место и время проведения боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Именитые боксеры встретятся на ринге 5 мая в Лас-Вегасе. Действующий чемпион мира Геннадий Головкин и экс-чемпион мира Сауля Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая в Лас-Вегасе. Стоит отметить, что предстоящий бой станет решающим для обоих боксеров. Головкин поставит на кон свои пояса, а мексиканец рискнет титулом «The Ring» и званием линейного чемпиона в среднем весе. Напомним, первый бой между звездами бокса прошел с 17 сентября и завершился ничьей. Подобная концовка накаляет атмосферу предстоящего поединка. Букмекеры уже принимают ставки на реванш Головкина и Альвареса. Казахстанцы смогут наблюдать бой с 6 мая в 7 утра по времени Астаны. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансово Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова